часто в случае если человек думает что подкова под кроватью принесет материальное благополучие счастливые отношения то этого не произойдет можете не сомневаться но тоже существует в эзотерике считается что в случае если человек боится чего-либо и ощущает что на его семью влияет кто-то хочет там подклад сделать кто-то хочет повлиять каким-то образом то такой человек может найти для себя артефакт и верить в него почему на самом деле такой артефакт ему не помогает но этот человек который верит что он ему помогает он купирует у себя желание страха то есть ему посоветовали он положил страху этого человека исчез на кого можно влиять помните я когда-то говорил напугай человека и после этого влияния на этого человека возможно но если этому человеку все равно повлиять на такого человека невозможно никак то есть если человеку все равно если человек ни на что не обращайте внимание если человек говорит фу на тебя все равно тюх что за ерунда то повлиять на человека невозможно никаким образом то есть кто бы что ни делал если нет дополнительных каких-либо предметов то есть как можно повлиять на человека взять его вещь взять части его ткани там волос или слюны собрать еду которую он оставил на тарелке кстати не оставляйте еду на тарелке можно счастье у человека забрать когда идите где-либо в столовой там в ресторане или чё где-то обязательно плюньте в тарелку тихонечко можете на салфетку или в тарелку плюньте и положите сверху салфетку скажите при этом мной заплачено все моё для того чтобы никто у вас ничего не отнял почему существует целые обряды они известны и описаны существуют обряды когда в еду забирают ее там кладут в пакетик такой его подвешивают над костром начинают сжигать переносит или забирать духовную ну духовную нет наверно физическую силу успех и так далее как проводится обряд я рассказывать не буду потому что считаю что любое зло проявляющиеся еще и через магию она не только наказуемо а еще и пошла гадко и не очень красивая